итак дорогие друзья но гвоздь программ белагра 2025 беларусь 5425 на данный момент на территории снг это самый мощный трактор в классической его компоновки пообщался с ребятами кто имеет отношение стенду мтз у которых есть компетенция это образец опытный это первый трактор но вы удивитесь насколько так скажем быстро и не вредя качеству да они разработали этот трактор и его произвели порядка трех лет ушло на инжиниринг и года на реализацию за исключением двигателя и гидравлических насосов гидравлики здесь все разработано компанией мтз то есть минским тракторным заводом здесь об свой стоит передний мост ну все полностью свое за исключением гидравлической системы и мотора и так ну что начнем это у нас пятьдесят четыре двадцать пять мощностью с двигателем vichai vp 14t мощность 542 лошадиные силы гидромеханическая ступенчатая трансмиссия без за то есть идет здесь полная передача момент без разрыва мощности тут как я понял она гидромеханическая и нет разрыва не по гидравлике не по механике при переключить при передаче момента 19 тысяч 200 килограмм по производительность насосов 210 105 передняя навеска 5 2 категория получается пять с половиной тонн задняя навеска у нас получается на 17 тонн здесь у нас вопрос такой то что есть четыре гидромотора два из них отвечают за трансмиссию два из них отвечают за гидравлику здесь у нас указано 210 и 105 литров получается 210 литров у нас идет на задний распределитель 105 литров у нас идет на передний распределитель идет свободный слив четыре контура гидравлических выходов здесь у нас получается на вот этом распреде 105 литров и есть насос отдельно который работает чисто вот на этот распред на самом деле очень вдохновляет то что три года разработки и год реализации пусть это и опытный образец испытательный у него это прототип у него есть определенные там внешние какие-то недостатки но на них даже не хочется обращать внимание потому что живьем смотрим очень большой красивый такой монструозный трактор полностью разработанный компанией мтз передний мост новый и это все пока портотип то есть это все будет передаваться в предприятия которые будут правильно проходить обкатку за точнее испытания которые будут долго его эксплуатировать специальный журнал записывать чтобы не произошло то есть тут болтик открутился через пять моточасов здесь что-то из строя вышло все это будет очень подробно записываться в журнал и передаваться на завод для того чтобы они эти недостатки и недочеты устраняли также вот оптика на которой я обращал внимание то есть ближний линзованный рабочий свет дальний тоже линзованный немножечко зацепим ви чая на 500 с лишним лошадиных сил 540 в классическом компоновке это сам мощный трактор здесь у нас идет идут подушки так снизу тоже посмотрим благо здесь благо здесь место очень много трактор очень высокий и возможность есть и так продолжаем здесь на самом деле почему-то я не спросил что у нас здесь находится сейчас посмотрим аккумулятор у нас спереди или нет нет аккумуляторов здесь спереди нет здесь чисто у нас идут тут если видно пакеты радиаторов здесь радиаторы есть и для гидравлического масла и для мотора ну то есть там вот идет нас полный пакет радиаторов здесь вот такая вот ручка но она держит крышку хоть и это так скажем портотип но выполнен все достаточно качественно за исключением там вот ну каких-то мелочей вот но проводка здесь не в кожухе но для того чтобы быстро это все постоянно ее не снимать отключил подключил проверил посмотрел собственно это вот для этого все и сделано потому что были тут пока за кадром общались люди я вот тракторист почему у вас тут проводка так раскидана этому всему типа хана ну здесь у нас стоят манометры для замеры давления здесь у нас до подключаться будут манометры и проверяться давление в гидравлической системе фильтра 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 повторюсь до 2 насоса у нас идет на гидравлику два насоса идет у нас на трансмиссию тормоза у нас здесь идут скажем так с гидроусилителем и прямые то есть в чулке стоит пакетник и поршень вот оля как включение вал отбора мощности то есть нажимается то есть тормоза здесь без хлесток без всего вот этого как бы ну и понятно что здесь это и не нужно и работать не будет но на этом заострили внимание так давайте посмотрим на переднюю резину 650 65 r38 и задний у нас получается триллиборг мт-1000 750 на 75 на 40 на 46 так вот она у нас наша задняя навеска начнем сверху у нас здесь гидравлический распределитель но кстати при моем росте метр восемьдесят три дотянуться туда достаточно проблематично то есть шланги запихивать будет нелегко но это это у нас портотип по кабине кабина на пневмоподушках сидение на пневмоподушках то есть комфорт будет высокий потому что некоторых других тракторов мы сегодня смотрели допустим кабина на механических подушках обычных резинках только сидение на пневмоподушке они уже говорят что типа будет супер комфортно здесь получается вообще будет просто райский рай на пневмоподушках кабины и на пневм и сидение так грузоподъемность передней навески я сказал здесь вот как раз таки тоже видны у нас гидромоторы которые обеспечивают маслом и давлением трансмиссию и гидро выходы на данный распределитель у нас приходится 210 литров есть свободный слив то есть вот он большое количество тягово-сцепных устройств ребят не надо писать как нам достать потому что некоторые вопросы дают как достать вот этот палец одновременно все четыре сцепных которые здесь представлены использоваться не буду то есть будет использоваться какое-то одно либо под шар либо вот такое с пальцем либо вот такое с пальцем либо маятниковое навесное устройство очень-очень он большой очень-очень мощный внушает гордость фары красиво как то вот так у нас выполнены дополнительное освещение здесь установлено но я говорю еще раз это все будет еще дорабатываться и все будет модернизироваться управление навеской здесь бы каши клавишу включения вам еще сделать было бы супер но я думаю сделают да есть небольшие косячки но висит провод да и ничего это для лампочки которые у нас на лестнице здесь у нас мы видим компрессор кондиционера ну и все в трубках проводах очень такая плотная компоновка здесь у нас фильтра со сливом и педаль такая лестница для обслуживания есть вот это вот тема что выгибается наружу крыло передняя бак огромный просто металлический у нас получается задние подушки кабины пневма спереди у нас все на таких вот сален блоках сейчас посмотрим у нас конечно не пустят в этот к сожалению это экспериментальный образец но внутри уютно цивильно место для второго пассажира да и просто много места внутри и вот такой вот огромный мощный циклон на воздушном фильтре выглядит просто потрясающе действительно внушает гордость ждем момента когда данная модель пойдет в серию и как она себя будет проявлять в работе хотим сказать отдельно благодарны сотрудникам стенда минского тракторного завода завода белорос проконсультировали все рассказали все показали очень компетентное нам было очень приятно с ними общаться ребят если вы смотрите это видео вам всем большой привет вы молодцы ну все друзья белагра 2025 у нас подходит концу всем спасибо что смотрели наш репортаж прошу вас подписаться на наш телеграм-канал ссылка будет в описании и на наши другие социальные сети яндекс зен в к youtube telegram все всем друзья большое спасибо на этой прекрасной ноте мы заканчиваем всем крепко жмем руку до новых встреч пока пока